Hello everybody, hi my students, hello friends. Сегодня мы опять подтверждаем график стабильности Пифагора и должны рассмотреть седьмое число у нас в январе. Какие нулевые точки? Седьмое, двенадцатое, следующее двенадцатое, да? Седьмое мы прошли, сейчас мы на взлёте. Восьмое будет единица, потом девятая двойка. На взлёте, да? Многие на взлёте там сидят, шереметьевые где-то там. Ну, это такая судьба, не надо летать. Вот таким образом. Сейчас мы рассмотрим, что же произошло, именно почему нулевая стабильность и какие события произошли. Ну, можно сказать, что события очень важные произошло. Ну, фактически, лидер, современный вот лидер Казахстана, он показал себя как палачом и приказал стрелять в народ без предупреждения. То есть, открывать огонь без предупреждения. Если там в руках палку увидели, там у ребёнка какую-нибудь палку, можно его и ребёнка застрелить, правильно? Уже там несколько детей убито таким образом. То есть, седьмого числа Такаев распорядился стрелять без предупреждения по народу. То есть, перешёл на жестокое подавление, так же, как вот при Троцкистах было, при Хрущевцах, Новочеркасске тут, в Астане было рабочих, их расстреляли. Ну, это по-тихому сейчас это всё тихо, нигде не слыхать. Героев не отмечают. Ну, здесь уже открыто. Мировая общественность уже в курсе дела. Значит, многие сомневаются о ДКБ, что такое ДКБ. Ну, это какая-то организация безопасности. Как говорится, взаимной поддержки штанов этих президентов постсоветского пространства. Ну, не все туда вошли. Из 16-15 республик. Не все туда вошли. Ну, вот Армения вошла, и Казахстан вошёл, а Украина вышла. Вот таким образом. То есть, у ДКБ ввели войска по просьбе, опять же, по просьбе. Снаружи-то не было никакого наружного нападения, правильно? А согласно уставу этого уже у ДКБ, значит, при внешнем только воздействии оказывается военная помощь. То есть, если интервенция совершается. А если там гражданская что-то разборка между собой, между кланами, как сейчас вот этот клан, как говорится, вот этого Назарбаева и клан Токаева, это уже внутреннее дело. Туда даже Китай не лезет. Он сказал, Мао Цзэдун сказал так, Дэн Сяопин, что, говорит, они должны сами разобраться с этим внутренним делом Китая. То есть, правильно оценили ситуацию по-маркетски, по-ленински, да? То есть, и так же написано в Конституции США тоже, не вмешиваются во внутренние дела разборки других стран. Ну, это написано в Конституции, а на самом деле там неизвестно, что происходит. Ну, таким образом, в общем, Казахстан взяли, это Крым уже наш, а теперь Казахстан наш, но наш ли он или нет, да? Вот вопрос. Так же, как и Крым, так же, как и Лугандония, то есть, Луганская Донбасс, сокращенно Лугандония называет. Чем общая особенность, да? Ну, вообще, то, что естественно, что стремимся возобновить вот эту границу Советского Союза. Для чего? Для того, чтобы трафик облегчить, чтобы много границ не пересекать и бакшиш нигде не платить, да? Через Казахстан проехал сквозняком и не заплатил. Вот для чего надо. Почему? Потому что это выгода кому? Транснациональным монополием, который работает на территории Казахстана и считает ее своей территорией. Так же, как и Лугандония, она уже даже территориально своя, компании, скажем, Шеврон, да? И тут Шеврон, что интересно, да, командует добычей нефти и всяких других полезных веществ. Ну, надо отменивать, ну что такое Шеврон? Крупнейшая, конечно, компания. Но она является дочкой ExxonMobile. ExxonMobile, она уже в Калифорнии, вот, и Шеврон тоже в Калифорнии, вот. То есть это компания, транснациональная контора находится в Калифорнии. Но если рассматривать вообще сколько там компаний, да, пытался я открыть страниц, но Ютубе Ютуб не дает. Может быть, я сразу с двух браузеров пытался открыть, с двух поисковиков, с Гугла и с Яндекса, открыть страницы, касаемые экономического положения Казахстана. Страница не открывается. Там, упс, и все, всплывает такое облачко, упс. Вот. То есть экономика от нас закрыта. Реальное положение дел. Или, может быть, у меня что-то с компьютером, что-то у меня, да, вот надо проверить. Здесь в комментариях, может, напишите. Откройте страницу 50 крупнейших компаний иностранных в Казахстане. Значит, топ-50 иностранных компаний в Казахстане. Или что-то подобный запрос. Как у вас, откроется, не откроется? Ну, у меня многие не открылись. Но то, что открылось, узнал, что больше 20 только крупных компаний США. Но первое место все равно Англия. 58, что ли, крупных только. Я не считаю, эти сотни. Там других помельщик, это сотни компаний. И все добывают там таблицу Менделеева в Казахстане. Всю таблицу Менделеева они там почти добывают. Значит, территориально. Получаешь, что Казахстан там... Ну, Роснефть немножко там и что-то там немножко. Россия добывает потом Казахстан. Своя национальная какая-то компания есть. Но обеспечить, видимо, внутренне нужно вот это вот население, восставшего населения. Вот таким образом. То есть итальянские компании, французские компании. И получается, что вот что такое Казахстан. Представьте, эту территорию как будто какое-то тело, да? Живое такое тело. И к нему вот присоски, присоски, присоски. Тысячи присосок иностранных компаний. Среди них есть толстые, которые крупным компаниям принадлежат. Толстые такие трубы, которые высасывают, высасывают. Оттуда, значит, доход свой. И полезные ископаемые. Начиная от аурума, это аидр, и урана, да, и урана. До урана. До тяжелых металлов, да? Начиная от газа и качая тяжелым металлом. Вот таким образом. То есть там и хромы, и цинк, и медь, и молебден. Почти все то, что надо, надо левшим друзьям с ЕС и Англии, и США для работы их предприятий. Вот таким образом. То есть Казахстан является таким вот, ну как бы полутруппом лежачим, и который вот присоски. А людям-то там, и от людей тоже присоски растут, потому что людская сила народная тоже сосется оттуда. Через что? Через труд вот этот, неоплачиваемый труд, правильно? То есть когда нет компенсации должной оплаты труда, там работают в шахтах, везде там работают. А результат труда уходит за границу, правильно? Вот так же и у нас то же самое. И компании-то все те же самые. Видимо, аффилированы в компании наши дорогие друзья, которые у нас, значит, вот Назарбаева, они, значит, получают от этого бакшиш. Почему? Потому что, ну как же, отстегивать-то надо компаниям, помимо налогов. Ну что там налоги-то маленькие, правильно? Это там они платят хорошие налоги. А здесь налогов платить мало, надо, но отстегнуть надо хорошо. Это Назарбаева семья, там большая семья. Плюс там ты в какой-то клан и все такое прочее. Вот такие дела. Значит, ну как, ну, пациент лежит, так сказать, на кровати, а к нему присоски и от него сосут. Не ему капельницы делают, а от него. Ну это такое образное. Теперь что дальше? Ну, вертолет, опять, тоже. В это же седьмое число вертолет, ну куда он полетел? Опять же в этот, в Башкирии, там, лося, что ли? Опять лоси, как бы хотели. А кто там? Начальничек тоже летел там. Рос погиб. Рос гидроавтоматика. Рос гидроавтоматика – это крупный начальник, можно считать, да? Ну что такое гидроавтоматика? Самый прибор – это у нас водобачковый инструмент, когда вода сама себя в сливном бачке запирает. То есть там поплавок, рычажок и вот этот стержень, который там закрывает водо-впускное отверстие, и все держится на прокладочке резиновой. Вот она раз, закрывает и все. Это древняя система, но безотказная автоматика, да? Я порой поражаюсь, насколько простые есть вещи, и насколько они надежны, в отличие от вот этих всех навороченных вещей, там, компьютеров, которые то так и то это не идет, то кто не идет, то эта страница не открывается, то эта. А тут все открывается, все закрывается, и это все надежно, годами, 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 и редко появляется ремонт, да? Ну так уже у нас была техника тоже при советской власти, она была та же рассчитана на длительный срок использования. Эти все холодильники, машины, стиральные, и автомобили, то есть железные все было, такой железные, все пролужженные, ржавчина не берет, ничего не берет, и может служить 50 лет, может и 100 лет, да? Ну это правильно, потому что экология тогда сохраняется, а когда ты все время меняешь, у тебя отходы, сколько отходов, и надо дополнительную переработку делать этих отходов. А это для экологии затратно, плюс надо же энергию тратить на переработку, и на изготовление еще нового, постоянно вот этого нового. Но вот у нас, как залупились вот эту машину делать, так вот она неизменно идет, это ВАЗ немножко только подменяет, а все ВАЗ, и ВАЗ, и ВАЗ, а сейчас вот электро, а электро, да, думаете лучше, что ли? Вот эти аккумуляторы, аккумуляторы, да, провались, а не пропадут, эти аккумуляторы. Это же тоже, ну это все равно, что как, ну от одной грязи к другой грязи перейти, да, а к более токсичной, вот эти все, там аккумуляторы, там какие-то содержатся элементы, наполнители, кислоты, какие-то щелочи, которые вредны для, ну и свинец этот тоже ничего хорошего для экологии не приносит. То есть грязи, тумберка, она и против тоже электромобилей будет возникать, конечно. Ну плюс затраты очень большие цветных металлов, вот, редких металлов и всего прочего. Значит, внутреннее сгорание, как говорится, тоже портит природу, но электро тоже, но это я отвлекся. Ну, в общем, раз автоматика поделилась с этим с вертолётом, она, наверное, хотела в этом, поохотиться на Восе, как обычно. Ну, ещё что седьмого, это Квашнин. Бывший, а кто такой Квашнин? Это генерал армии. Ну, то его, это крупная величина, он, это, был даже начальник, начальник генштаба, вот. То есть это фактически первый зам министра обороны и участник Первой Чеченской войны. Ну, и что, с 46-го года, что там он, 70, сколько там, 3 года ему, что ли, всего, да? А у нас же министр обороны, вот, Соколов, он до 101-го года дожил. И это, и хоть бы, как говорится, хрен, потому что хорошие должности все, в мирное время, чего он там помирает-то, этим министром-то, правильно, обороны. Тем более, начальником генштаба, он вот, как этот, Герасимов, как огурец сидит, тоже он ас, он с 50 тоже где-то, с 53-го года, как, вроде как, ровесник нашему президенту, да? Вот таким образом. А тут вот Квашнин, видите, сейчас мы посмотрим, конечно, это интересно. Во-первых, почему ему так и не плохо лечили? Там же есть какие-то военные госпитали, аборденки, и все такие прочие умные, все академики, черты главного правления, все. Ну, и человек в декабре заболел, а сейчас под ковидом, все, все хочет. Ну, плюс к тому же, он же ученый, очень, этот, Квашнин оказывался, он же доктор наук, военных наук, там, и других наук, социологических наук, и он же создал свою диссертацию, не была докторская, совсекретная, по, значит, структуре армии. И он там предполагал, что само министерство, оно не нужно, это лишние люди. И один генштаб, вот, значит, главнокомандующий, и генштаб при нем управляет всем, и материально-техническим, и личным составом, и всем таком, и вооружением. И снабжением, и вооружением, и личным составом, и всем расположением. А министерство, вроде, не нужно, это, ну, как просто бюрократ сидит там, вот, что его, да, политическая фигура, как бы, политическая. Вот, ну, не признали эту доктрину, осудили его. Ну, мы сейчас посмотрим, что человек, он, конечно, был не армейский, он совершенно не военный человек, а пиджак, он и пришел из пиджаков, и дошел до руководителя генштаба, как-то его там продвинули, как самого молодого. И чеченскую войну-то он много вреда нанес, очень колоссально. Особенно, когда он в генштаб пробрался, он там начал свои кадры расставлять, и представителей военных там в разных, в южных округах, и все. Казанцева поставил туда, значит, на самый такой ответственный южный округ командовать. А этот Казанцев, он, значит, дубовые двери не выдерживали его мата, они рушились от его мата. То есть был такой рисковатый человек, вот этот представитель, полпредпрезидента, который ставленник Вашнина. Ну, и другие такие кадры, он хороший кадры расставил. В свое время столкни, но об этом мы говорить не будем. Что еще такое хорошее произошло? Ну, при иностранной компании я сказал. Что касается Казахстана, опять возвращаясь в Казахстан, там вопрос возник, некоторые наши студенты говорят, что надо посмотреть, что-то очень похож вот этот Такаев, новый президент, вместо Елбасы-то, новой Елбасы. Он как-то очень похож на Примаков. Вот это надо было вопрос тоже провентилировать. Сейчас мы тоже провентилируем. И другой вопрос. Там есть такая фигура, которая всплыла в связи с этим мятежом, значит, Аблязов. Да. Аблязов, да. И вот загадочный, это Токмади, он его дружок по экономической такой деятельности. А Токмади там предприниматель тоже казахский. Вот он же обвинялся вот этот, сейчас он обозвал себя как лидера вот этого восстания. Ну, что он украл там 56, 50 с чем-то миллиардов денег и увез во Францию. Во Франции там он сидел, года три сидел в тюрьме, но потом его оправдали, как политически, дали ему там. И он с 2004 года как вот убийство-то совершил, он туда слинял сразу за границей. Они, видимо, это убийство совершили с Токмади, да. Токмади признался, что он убил этого предпринимателя и тоже ихнего друга, который владел банком. А банк, зачем он нужен был? Ну, для того, чтобы, конечно, переводить деньги за границу, это ясно. Для этого нужен был банк. И вот они взяли этот банк, тот не соглашался, они его на охоте якобы по ошибке прикончили, предпринимателю. И вот такие дела мы должны разобрать. Ну, с чего вот начнем? Начнем с Квашнина. Это самый крупный такой полковник, то есть генерал-полковник. А, она тут облязывала. О, нет, вот Квашнин-то у нас. Вот Квашнин Анатолий Васильевич. Вот видите, 15-е число 8-го месяца, 46-й год. Во-первых, 16-е уже в числе года содержится, это уже невезуха. И 15-е это человек, который сеет хаос. От него толку нет. От таких людей руководство нельзя держать. Ну, я не знаю, как кадровый служит. Но он талантливый, да. Вот писать что-нибудь там, науку какую-нибудь двигать, это пожалуйста. Где он сидит там с бумажкой, с авторучкой, с книжками. Две тройки, две пятерки, семерка, все есть. И восьмерка, и девятка. Но вот этого генеральского у него ничего нет. У него только есть желание, наград и всяких поощрений. Так, сумма хорошая, вот вроде дельта плюс один. Вот. Ну и по деньгам-то, видите, у него какая хорошая способность. И вот, если смежное число, то еще хуже матрица. Потому что если 15-е, то следующий 16-е. Значит, два числа 16. Тут вообще круто, и туши свет, не знаю, он бы до 70-и, наверное, не дожжил. С такой вот этой формулировкой 16, да. Его бы, наверное, там чуть-чуть и убили. Ну, тоже, видите, две единицы, тоже не военный человек. Пиджак. Ну, вот к науке, да, две, три, даже тройки. И пятерка есть. И вот две восьмерочки, это понятное дело. Да, а по деньгам то же самое. Это махровая пятерка, это же банкир. Ну, он там и деньги экономил. Когда он туда вот, в Косово, там, где-то отбивался от иностранных. Там снабжали местных деньгах, и он огромный миллион оттуда. Ну, это для внутренних нужд армии заработал там денег хороших. Ну, куда делал, это следствие не рассматривал. Ну, и вот он, когда он вчера, тоже седьмого, вот это вот числа, да, с нулевой стабильностью. Видите, у него вот здесь вот два совпадения с этим числом, а с этим три. Даже, видите, ему это число больше подходит, действительно. Бедный наш Толик. Бедный, бедный Толик. Йорик. Вот две восьмерки, да. Это значит, он был связан с непорядочными людьми. И три шестерки тут. Видите, он окружил себя вот этими казанцами, и таким отриблем, низкопробным, типа, вот этих полковников, боронцов. Вот таким образом. То есть, видно, что если три, да, то есть, это как бы, ну, в результате лечения, приема каких-то препаратов, он неправильное лечение. Ну, в Бурденко, как может быть неправильное лечение? В Бурденко, тем более, в общем-то, у него четверка была, все такое и прочее. И в другой матрице две четверки. Ну, проверили, конечно, мы проверили. И получилось, что кто у него был сейчас, вот начальник Шойгу, да, министр обороны-то, он интриган был, вообще этот товарищ был интриган большой, Анатолий Владимирович. И он копал под всех, под всех своих начальников. Хотел быть очень министром обороны. Ну, вот видно, что Шойгу, если Шойгу 21, 5, значит, Шойгу 21, 5, 55, то у него три совпадения. Ну, и сбоку, там, припеку, четверка совпадения. По числу 4, вот этому, да, где-то вот, средняя четверка, да, или, да, ну, любая из этих четверок. И 22, 5, 55, здесь 4 совпадения, а тут 3. Ну, видно, что в теме был 3 плюс 1 и 4 плюс 1. Ну, вот главком, да, главком, если он 7, 10, 52-го, то у него 4 совпадения. По 2, 3, позиции, 6, 8, и ещё сбоку по 2 позиции, двоечка вот эта вот, по денюжкам. Вот таким образом. То есть 4 плюс 1 и 4 плюс 1, даже если 50-го года он родился главком, то всё равно 4 совпадения. Ну, ещё на всякий случай, потому что без совбеза тут не обойтись, тоже это вопрос о здоровье, как бы, таких людей решается на высшем уровне. И секретарь совбеза, если он 11-го, 7-го, 51-го, то у него 2 совпадения, как бы, не при делах, да? А вот если он после вечерния родился, 12-го, 7-го, 51-го, то у него здесь 5 аж совпадений. Вот так вот. То есть мы видим, что особого желания спасать великого учёного, стратега военного, да, который никаких данных к армии не имел. Ну, совершенно случайный человек в этой армии. Как он там пророс? Именно благодаря, наверное, вот этой пятёрке способности из всего извлечь, как говорится, из воздуха извлечь деньги. Экономическая составляющая, она, конечно, в армии играет огромную роль, очень огромную роль. И чем выше, значит, звание и должность, тем оно более решительно играет роль. Вот таким образом, что дальше? Дальше у нас есть Мухтар Аблязов, да? Дело Мухтара Аблязова. Его обвинили в убийстве кого-то, Татишева. Такой был Татишев, предприниматель, банкир, кто, кстати, вот, да, банкир. Они банк взяли какой-то с этим своим друганом. Мухтар Аблязов, вот он. Видите, тоже число-то, 16-е, 5-е. И тоже 1963-е, тоже трагическая фигура. Вот он болтается, как за границей, как в проруби, да, наворовался. Или с 17-го, 5-го, 63-го. Вот надо посмотреть, где он больше наследил. Здесь у него вообще 14. Он мог бы этим Казахстаном рулить, тем более он мифи закончил. И физик-теоретик. Ну, казалось бы, что-то он в физику-то не пошел. Две, тройки, пятерка. Нет. Почему? Потому что стремление вот к деньгам, 4. Способность тоже зарабатывать деньги. А здесь, или здесь он хапком зарабатывает деньги. Если после вечерния рожден. И вот они убили, значит, Татишева, банкира. А убил вот этот вот Мурадхан Такмади. Но якобы Татишев передал ему ружье, а сам стал крутить баранку. И машина на кочке споткнулась, и ружье убило Татишева. Случайно стрельнуло в Татишева, да? Ну, Такмади, значит, потом признался, что он убил. Ну, видимо, следствие доказало. Там методом, какой, швабры или там метелки. Следствие доказало, что... Вот он признался, что убил. Ну, по заданию вот этого вот Мухтара Аблязова. Ну, вот с Аблязова, видите, вот если после вечерния одно совпадение, и сбоку два. А здесь вот три совпадения. То есть вот это число ему больше подходит. Но всё равно он на заказчик не потянул, как вот Мухтар Такмади, да? А вот с Мухтаром Такмади, так это да. Он рожден 2-го, допустим, 66-го года. То он не... То если бы... Если он 2-го, а если он в смежный день родился, то у него пять совпадений. А если он 2-го рожден, как, по его биографии, 2-го, 8-го августа, то он не убивал Татишева. А если рожден после вечерния 2-го, то пять совпадений с днём убийств. А это уже на заветах заказчик. Не только исполнитель, но заказчик. Тем более этот Татишев был убит, как Кеннеди, в затылок, и пуля вышла у него через глаз. Вот. А как же, если он рядом сидел с ружьём, как же он мог ему в затылок застрелить? И, видимо, он в затылок повернулся, что ли, куда-то? Ну, неважно. Факт тоже он признал убийство, там суд над ним был. Но что тоже интересно, очень интересно, у меня что-то поисковик стал работать, когда я про Татишева стал компромат искать. Но все страницы. Упс! И всё. Нету. Эта страница не открывается, эта страница не открывается. И вообще одну страницу еле нашёл, в которой дата рождения указана, этого Татишева. Таким образом, там Татишев, он много преступлений совершил, но от всех его отмазывали. И только вот на убийстве он споткнулся в этом 2004 году, совершили это убийство. Вот таким образом. Это наш, это учёный, Мухтар тоже облязов, и тоже занялся не делом, но самодуром. Из Франции, значит, руководит он какие-то интересы. Ну и самого Токаева, сейчас мы отца посмотрим, ну действительно, что там общего у него с этим нашим Примаковым, да? Примаковым. Примаковым. Вот у нас такая. 17-го, тоже, видите, сумма 14. Видишь, казахи какие талантливые. ну вообще-то, ну таблица Менделея-то, не зря сидят ими за кончиками. Вот. Или 18-го. Ну, разные люди. Здесь он как самодур, а здесь две единички. А это второй номер, как бы, да? И здесь он рептилоид. Ну и вот этот вот Максимович, да, Максимович. Евгений Максимович Примаков. 29-го, 10-го, 29-го года или 30-го, 10-го, 29-го года. И вот разный расклад. Здесь, значит, получается на что? Два совпадения. Теперь на перекрёсток два, здесь тоже, здесь три, ещё сбоку два. И здесь вот два совпадения и один. То есть, нигде меньше двух совпадений нет. И в одном месте даже три. То есть, может допустить вероятность, если, ну, мамаша, конечно, была, может быть, она в отношениях с кем-то до него, до Примакова, и он в 50, скажем, вот этом, 53-м году, он когда в пятом месяце, да, в 52-м году он пересёкся с ней, то, может быть, она уже была в отношениях с кем-то, и поэтому совпадений-то мало. Ну, тем более, плюс он же ведь мужского рода, и у него в основном совпадений-то с мамашей должны быть, да? А с папашей всегда мало совпадений, там 2-3 совпадения, но, по крайней мере, если было бы одно, то мы бы откинули, вообще этот вопрос откинули, а тут видно, что 2 совпадения это как минимум, а то и 3. И внешнее сходство, видите, оно, на экстерьер повлияли эти совпадения, повлияли на общность экстерьера, то есть, внешнего вида. Вот, все вопросы, которые я сегодня хотел прояснить, что дальше будет разворачиваться, а дальше у нас что, 12-е число напрягается. Да, 12-е число. И полочка ещё, вот что интересно, это полочка. Ну, здесь у нас Мансуров, он, Мансуров, из Казахстана, тоже предрекает авиакатастрофу в ближайший, как говорится, период, крупная авиакатастрофа с огромным количеством людей. Ну, сейчас это вероятно, потому что переменную погоду тут летать лучше, лучше не летать, вот этот график показывает. Тем более, вот 12-го числа, там, и когда полочка, тише ездить, как говорится, дальше будешь. Вон они, черепахи-то. 300 лет они и живут, и живут себе, и всё. Всего доброго, и нам всем здоровья, на пути, на всех путях защиту, чтобы защита была, и здоровье, и все праздники, сейчас ещё уже будет праздник 19-го, это вот седьмое было у нас Рождество, дальше 19-го Крещение, самую воду надо добирать на весь год, большие бутыли ставить, крещенская вода, она не протухнет, своя, если, конечно, из лавры принесёшь, то она протухнет, это точно. Потому что там попы, они своими рясами туда залазят, и они её, как говорится, освещают по-своему. Как-то принёс трёхлитровую банку этой воды-то, вся протухла. А тут из крана возьмёшь, она идёт как раз с 19-го по 25-й включительно. 19-го, как начинается, 0 часов, на 19-й, то и до 25-го, до 0 часов, 25-го, всё, год стоит, пьёшь, нормально всё. Запас воды надо иметь, тем более, вот, видите, какие обстоятельства, потому что международные компании возятся, и они начинают управлять нами, да, а международная компания, она хочет же ресурсы, Россия тоже ресурсами богата, правильно, поэтому неизвестно, как повернётся вопрос, вот здесь, какие шифроны, там, Exxon, ExxonMobil, и так далее, потому что мы сейчас являемся международной, как бы, корпорацией, ну, незаконно существующей, потому что нету правового базиса существования, вот, это Российская Федерация, как многие уже юристы доказали, образованные юристы, доктора наук, кандидата наук, что нету ни одного права документа чистого, который мог бы доказать, что вот Российская Федерация, это государство, какое-то независимое, да, нет, как раз она доказывает, юриста доказывает, что это корпорация, и она зарегистрирована в Лондоне, в Лондоне, вот, и в Лондоне, вот, под каким-то номером она найдёт, там есть свои реквизиты и так далее, этой корпорации, и до какого-то года, допустим, до 2017-го, где-то был даже хозяин, это был там прописан Медведев, Дмитрий Анатольевич, потому что он самый умный, у нас же умнее, нету никого, а второй Володин, ну, а остальные-то все тупее, какие-то там наркоманы, идеологи их из президентского пола, да, вот этот паренёк там под наркотиками какую-то идеологию пишет, и историю, фальсифицирует историю, да, кстати, для чего фальсифицирует, давно уже хотел заметить, давно хотел подчеркнуть, для чего всё время изменяется история, и вот эти артефакты всё время уничтожаются, подлинники, а для того, что, вот мы уже показали, основательно уже показали, что Пифагор нам даёт, что настоящее – это наше прошлое и наше будущее, кстати говоря, да, то есть мы находимся, каждая точка, вот она является как бы суперпозицией вот этого прошлого и настоящего, это, то есть прошлое и будущего, и это настоящая суперпозиция прошлого и частичного, конечно, будущего, почему, потому что вот 222-й год, да, у нас, это прошлое наше, а 222-й, 222-й, это наше будущее, и оно уже сюда прорастает у нас, и в каждый момент мы замечаем какие-то вещи прорывные, вот, из того будущего, которое есть, почему, потому что сейчас, вот, допустим, даже в области компьютера, куда-то хотят прорываться в области двух нанометров, уже транзистор, да, если раньше транзистор, вот сейчас вот транзистор, он где-то 70-50 нанометров, да, а сейчас уже прорыв делается, найдены уже пути, значит, прорывы вот до 2 нанометров каждый транзистор, то есть упаковка и памяти, упаковка операционной системы, все это будет плотнее, и те же функции, как у нас выполнял большой компьютер, который занимал целые комнаты, у нас теперь он будет располагаться вот в какой-нибудь вот этой штучке, вот в этой штучке он будет располагаться, а мощность будет вычислительная, такая же, и быстродействие будет даже больше во много раз, и по памяти будет, ну, во много, во много раз больше. Вот таким образом, то есть это будущее наше, мы видим перспективу будущего. Что касается медицины, то мы не видим, потому что, почему мы не видим медицинское будущее наше, потому что оно от нас закрывается, то есть оно делается для элиты, да, можно, и элиты у нас поддерживаются, вот у нас есть очень важные люди, как говорят, сейчас медик выступал, говорит, у меня есть такой важный человек, который, не могу назвать его фамилию, но очень почетный человек, и, значит, спрашивал меня, можно ли делать мне прививку от ковида, вот, а у него, значит, две почки пересажены, обе почки пересажены, но это важный человек, ну, он говорит, а чего нельзя, а почему нельзя, пожалуйста, вот таким образом, то есть, люди, которые на уровне находятся, или вот, это Рокфеллер, один из Рокфеллеров, шесть сердец, вот шесть, шесть сердец сменил, это надо было забить, молодежи, шесть человек, и сердца-то нужны молодые, сердца молодых, как в песне поются, да, вот в книге сердца молодых, и эти сердца молодых, они нужны как раз вот на запчасти, на запчасти. Вот со временем, дальше это тоже мы в будущем видим, что со временем это будет тоже компактно все сделано, и вся эта сущность человечесства, то, что он видел, все вот эти картины, все изображения, звуки, ну, окружение все будет скомпоновано, и будет его вот эта история, которая разматывается в конце жизни, она будет вся вот у какого-нибудь такого, даже меньше размера такой штучки, то есть она будет уже сама по себе играть роль вот этого интеллекта, и останется только какое-то тело там приделать, тело любое взять, а туда зашить уже человека, который был раньше, и берется просто обычный человек, его мозговая сеть программируется, ведь она же программируется, и он ему внушает вот это, 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 и он, слушая вот эту прокрутку истории того человека, которого уже нет, он находится в гибернаторе, допустим, вот он в гибернаторе, а его, вся его сущность, вся его интеллектуальная деятельность, его сознание, все чувства, все записано вот в коробочке, и через эту коробочку программируется новый человек, и то есть он уже, вплоть до того, что замена души, да, вот следующий этап, это будет из будущего, мы заменяем просто душу, вот, допустим, душу там, твоя душа, это, или, допустим, кого-то там, душа раба, допустим, какого-то, там, она негодная, ее нужно выкинуть, из него может получиться какой-то преступник, там, тут и все, ну, родился, допустим, 15-го числа, человек, кому нужна такая душа, или как ваш вид, допустим, да, тоже 16-го, или 15-го, или сатановский, да, кому нужна сейчас сатановский, никому он не нужна, вот, поэтому можно, значит, душу из него вышить, вышибить полностью, и сразу ставить душу, который вот человек, который уже помер, вот, она же, душа-то перемещается легко, и надо только договориться с мужем, как это все организовать хорошо, и он, смотришь, уже человек выступает так же, у него жесты такие же, ну, мы видим сейчас лежать гипноз, под гипнозом позволяет это частично, а вот двойников воспитывают, у президента есть двойники, они ходят, разговаривают так же, в хоккей играют, настоящие мужчины, да, труп не играет в хоккей, вот таким образом, сегодня урок у нас такой закончился, небольшой, казалось бы, казалось бы, да, события не такие большие, да, но существенное, это то, что вот опять, мы видим стабильность, народ разрешил стрелять в народ, это, это уже это, это резко понижает уровень стабильности, вообще, мировой стабильности, то есть, это прецедент создается для других, вот таких же вот, обормотов, как вот этот, такаев, да, и другие там обормоты скажут, а что, давай тоже в своих стрелять, что мы будем там церемониться, а вдруг у нас власть отнимут, правильно, вот таким образом, это нулевая стабильность, все это железное, да, всего доброго, до новых встреч, до новых встреч,